доброго времени суток мои любимые добро пожаловать в новое парфюмерное видео я очень рада с вами встретиться в нем мы будем с вами разговаривать о вот таком арома боксе замечательном от рандеву который называется рыбы для него в традиционной вот такой вот коробочки это все упаковано на магните здесь внутри тоже все традиционно полноразмерные флаконы изображены кваркоды по которой вы можете отсканировать и перейти на страничку аромата да и 8 отливантиков по полтора миллилитра ссылочку я вам оставлю и на весь арома бокс а также на каждый аромат по отдельности если вдруг вы захотите просто несколько ароматов заказать а не весь арома бокс хотя прошлый арома бокс был просто потрясающим и я бы не стала выборочно заказывать из него ароматы он был восхитительно у меня до сих пор рука пахнет этим великолепным табаком и мне хочется купить себе полноразмерный флакон хотя это мужской аромат и облиться им с ног до головы помимо ссылочек я вам оставлю свой скидочный промокод на 10 процентов на рандеву который называется 10 love shop он постоянно многоразовый суммирует со всеми скидками акциями на сайте действует абсолютно на весь ассортимент магазина если вы хотите чтобы я помогла вам с 30 процентной скидкой заказать все что вы хотите на рандеву подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылочка самая верхняя в описании и ждите моего сообщения о следующей совместной закупки прошлый раз когда я делала совместную закупку я сообщение не делала в некоторые меня потеряли потому что мне много девочек написали в личку и многие меня ждали уже по месяцу поэтому я взяла тех кто ждал дольше всех и просто по диалогам прошлась всех набрала но в этот раз надеюсь что получится через объявление это все сделать в любом случае даже если не в этот раз то каждые 10-15 дней я провожу закупку и всех обязательно возьму всем помогу просто дождитесь меня всем обязательно отвечаю в телеграм-канале так что если что-то прям надо очень срочно то пишите сегодня не очень отвечаю за свой внешний вид потому что самое раннего утра соседский котик забрался на березу которая у нас тут под окном растет и с ума свел двух ворон которые собственно родили детей и сейчас высиживают одна значит ворона сидит на этих детях потому что их бросать нельзя иначе они замерзнута клеют и их надо греть а вторая просто самого раннего 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 утра как только рассвело до практически позднего вечера пыталась от этого кота отбиться этот растяпа залез так высоко и сам сидит уже себе не рад и не знает как слезть вообще с этого дерева ворона его пытается атаковать хотя сама тоже действует аккуратно она его боится он же такой большой толстенький лапки то с когтями вот и она вроде как его пытается атаковать а сама тут же отскакивает а он такой разбойник сидит у лапы прям машет по ней и в общем да спать они нам не дали сегодня но и вполне мы наблюдали эту картину из окна потом сейчас уже посмотрела все кота нет вороны успокоились в общем как-то он видимо слез надеюсь сам ну потому что уж очень высоко он забрался никто бы его снять оттуда не смог бы так что вот не знаю как я выгляжу надеюсь хорошо надеюсь бессонная ночь не дала себе знать итак давайте приступим к сегодняшнему арома боксу всем желаю приятного просмотра первый аромат которым открывается этот арома бокс прекрасный люксовый шанель блюдо шанель очень люблю этот аромат хотя слышала его только в альтернативных версиях да в оригинале никогда не слышала аромат для мужчин в очень лаконичном таком темно 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 синий сером флаконе с белыми надписями с правильной круглой крышкой вообще да флакон в виде правильного квадрата мне очень нравится такое очень стильный такой элегантный до мужской флакон описывает этот аромат как цитрусово-древесный теплопряно фужерный принадлежит он группе древесные фужерные и 2010 год у него создание очень здесь такие красивые мягкие ноты и я чувствую что достаточно мягко и древесно цитрусово должен звучать исходя из них аромат очень хороший яркий сильный то есть это не будут деньги выброшенными на ветер он очень стойкий как и все ароматы шанель открывается прекрасным ярким сочным натуралистичным грейпфрутом плюс лимоном плюс зеленый охлаждающий освежающий фужерной мятой плюс розовый перец чуть-чуть такой перчиночки да мягенькая нежненькая придает этому всему это очень красиво на старте очень легко свежо и нежно бодрящий при этом да в середине появляется имбирь это тоже такая свежая пряная нотка мускатный орех очень ароматный жасмин мягкий теплый молекула айса и супер волшебная в базе это ладан очень мягкий такой магический ветивер очень природный с таким немного древесным звучанием да кедр сандал тоже древесности придает пачули очень легкие лабданом белый мускус чудесно звучит этот аромат мне конечно больше всего из шанелей и вообще из мужских ароматов нравится allure от шанель мне кажется это самый вообще красивый на свете мужской аромат а вот на втором месте у меня блюдо шанель пахнет акватично пахнет цитрусово но мягко с вот этой вот мятой прохладной вообще все нотки есть такие нежные и древесность тоже очень нежная приятный аромат которым будет очень комфортно не задохнетесь не задохнете окружающих второй аромат тоже у нас люксовый джорджио армани аквади джио пор ом тоже красивый флакон правильной формы немного закругленный да вот по краям крышечка здесь серебристая сам флакон матовый и темно-серые здесь надписи тоже все очень замечательно описывается этот аромат как цитрусово-фужерно-морской морской мне просто очень приятное сообщение сейчас пришло я его ждала весь день очень счастлива относятся группе фужерные водяные девяносто шестой год создания вот как давно этот на рынке аромат он уже стал классикой много-много-много нот но мне кажется морюшком он должен пахнуть потому что здесь морские ноты о как красиво боже еще более легкий более свежий более акватичный аромат то есть если тот более цитрусовым был то этот более прямо акватика такая и морские мягкие мягкие нотки хотя здесь тоже цитрусовости немало верхние нотки здесь лайм лимон и перкомод три цитруса красивых свежих пока прохладных дальше жасмин мягкий и дальше два еще оставшихся цитруса которые здесь не задействованы уже теплых уже сладких это апельсин и мандарин в общем здесь цитрусы все собрали и это великолепно нейроли здесь бело-цветочные жасмин очень хорошо дополняют и усиливают бело-цветочность в середине у нас морские ноты тем те самые нежные еще раз жасмин продлевается здесь и усиливается до из верхних нот колонн это такая молекула розмарин прекрасная свежая зеленая нота персик мягкий нежный фрези бел цветочный гиацинт ароматнейший цикламен кисленький цветочек пудровая фиалка кориандр здесь у нас специевый прохладный мускатный орех ароматный роза и резида резида очень красивый медовый теплый цветок есть вот на тему резиды о прады парфюм который я очень люблю такой нетривиальный цветок но красивый базы здесь древесно-дубово-мхово-почулиевая хотя почули здесь капельку вы их даже не почувствуете просто древесно очень красивая база дубовый мок здесь мужественности придает я все смотрела на эту пирамиду думаю что здесь придает мужественности вот если закрыть ноту дубового мха да если про нее вообще не думать то аромат-то практически женский все здесь настолько мягкая нежная но вот дубовый мог здесь то что самую мужественность нам дает да ну и гидровая здесь такая нотка она тоже мужественная белую мускус и амбра 2 афродизиака то есть все здесь все что нужно вроде бы так много нот вроде бы они все такие яркие самодостаточные но ансамбль звучит очень красиво прям мелодия получилась очень такая логичная да не звучит это как какой-то сумасшедший оркестр кто в лес кто подрывал дальше парфюм в самом красивом флаконе из всех что я когда-либо видела я очень сильно жалею что это только мужской парфюм потому что я бы его чисто из-за флакона заказала бренд здесь называется джон в артавос артисан пьюр и посмотрите какой плетеный флакон какой он здесь чудесный какой он здесь природный а крышка здесь деревянная и это должно прям вообще очень очень так природно натуралистично пахнуть да мужской исключительно аромат к сожалению и описывается он как цитрусовый фужерный свежепряно травиной принадлежит группе цитрусовые 17 год создания ни одной мужской ноты так что может быть может быть мне и повезет чудесные ноты очень вкусные опять же много цитрусовых на старте что мне безумно нравится ой как это прекрасно господи боже да это можно спокойно на себя выливать это не мужской аромат унисекс прям голый здесь калиментин мандарин лимон и бергамот на старте но аромат звучит очень холодно то есть вообще здесь калиментин хотя это очень теплые ноты мандарин теплой но они здесь не согревают этот аромат это прям холодно звучит плюс чабрет здесь и май оран зеленая такая нотка дальше зеленушка здесь усиливается в средних нотах питит грейнам это звучит бергамотный петит грейном это звучит как чай с бергамотом. Очень красиво, но прям холодно. Плюс имбирь здесь еще сильнее это все охлаждает. И база у нас здесь древесные ноты. Плюс ирис запудривает эти древесные ноты. Два афродизиака, мускуса, амбра. Вполне вообще можно девочкам спокойно его на себя наносить. Я бы даже сказала, это женственный аромат. Вообще здесь ни одной мужской ноты не вижу. Но если вы мужчина, если вы любите свежие ноты и очень такие легкие прохладные ароматы, ненавязчивые, ободрящие, освежающие, то вам этот аромат тоже придется по душе. Так что да, да-да, есть шанс у меня заказать этот парфюм. Дальше. Аромат называется Laivi Solo Mercurio. Мужественный флакон. Сильно симпатичный. Опять же, правильные линии, правильный квадрат. Крышка тоже правильный серый квадрат. И такая еще планочка, да, эмблемочка. Ой, уже чувствую, как это вкусно пахнет. Аромат для мужчин. Сильно сексуальный. Просто обалденно сексуальный. Описывается он как сладко-цитрусовый, зелено-бело-цветочный. И принадлежит группе Фужерные. 20-й год создания. Свеженький ароматик. И Фужерный он из листа инжира, который здесь на старте, которого здесь очень много. Он открывает этот аромат. Дальше мужественно придаёт этому листу инжира лаванда плюс герань. Да. И я сразу же сказала, вот как только вот отсюда услышала этот аромат, что это мужской аромат. Потому что здесь лаванда и герань прям прекрасно свою роль мужественную играют. В середине это цветок апельсина плюс мандарин. То есть такая цитрусовая оранжевая направленность. И в виде белой цветочности, да. Но и тенденция вот этой вот цитрусовости сохраняется. Ой, а как красиво здесь пахнет база. Она пахнет резко тепло. Потому что здесь мёд плюс табак. Да что ж такое меня сегодня с ума хотят свистить этим табаком. Что-то мне подсказывает, что это становится моей любимой нотой в парфюмерии. Боже мой, медовый табак. Плюс лакричник, который ничего здесь не портит. Амбре и мускус 2 афродизиака и кардамон. Который тоже такой пряности здесь придает и подчеркивает табак. Подчеркивает, да, вот такую вот специю из табака. Это очень, 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 очень красиво. Это похоже чем-то на блюдо Шанель. Но более как-то вот, более сексуально что ли. Следующий аромат Соу Блю от Мансера. Аромат для мужчин и для женщин. И по-моему мы с вами о нём когда-то говорили. Флакон здесь красивый. Такой амбре здесь, да, вырисовывается и синий в голубой. А так всё стандартно. Как у моей Сицилии. Флакон, крышка здесь металлическая на магните золотистого цвета. Описывается этот аромат как цитрусово-фруктово-розово-пудровый. Принадлежит группе Восточной Цветочной. 15-й год создания. Открывается фруктовыми нотами. Мандарином, лимоном, бергамотом и перцем. То есть это всё очень вкусно должно открываться. Да, слушайте, ну это если это мужчина будет носить, то это прям, ну на такого гурмана, который фруктики вкусненькие любят. Ещё к этим фруктикам мандарин плюс лимон плюс бергамот. Но характер придаёт здесь перец. И он как бы, да, здесь делает этот аромат унисексовым. Дальше. Средних ноток болгарская роза, морские ноты. Вообще морские ноты чаще всего в мужской парфюмерии используются. Они вообще, как правило, тоже такой унисексовости и мужественности придают. Хотя, конечно, мы знаем с вами и женские ноты с морскими нотами, но всё-таки чаще это мужская нота. Фиалка здесь пудровая и нежная, очень почули. В базе это у нас сандаловая база, да, плюс дубовый мух. Это ещё одна нота, которая унисексовости продаёт землистости, мужественности. Да, у мускус и амбра здесь как два афродизиака и тёплая обволакивающая нотка, согревающая в виде ванили. Очень красивый аромат. Очень сильно он меняется из фруктов в цитрусы, потом в перцовость, потом в морские ноты, а потом в сандалово-ванильную базу с очень лёгким мягким дубовым мхом. И на всех этих своих трансформациях звучит всегда одинаково прекрасно. Дальше. Аромат от Мюглер, Эллен, Мэн. Кстати, Эллен — это чужой, да? Я недавно пересматривала вот эту трилогию, нет, четверую логию, пятилогию. Если считать Прометей и Завет, это пятилогия, да, получается? Ну, это как-то правильно называется, да? Типа там трилогия, квадрология и вот пяти... Ну, в общем, вы понимаете, да? Да, если знаете это слово, напишите. Из пяти частей как состоит что-то, да? Как называется? Как называется то, что состоит из пяти частей, вот. Да, пересматривала и смотрю, Эллен написано. Мы же с вами Эллен женский рассматривали, и я такая думаю, о, это называется чужой. Но вообще правильнее чужак, да? Правильный перевод — чужак. Ну, такая, думаю, прикольно. Я запомнила навсегда это слово. Вот. И что я хочу сказать по поводу фильма «Чужой»? Я не знаю, каким мне... А, нет, я знаю, как я вообще начала его смотреть. Во-первых, мне моя психолог. Это, минуточка сейчас, разговорная. Кто хочет дальше про парфюмерию, перематываем, не ругаем. Хотя нет, ругаемся, ругаемся, движ в комментариях создаем. Вот. В общем, я решила пересмотреть трилогию «Чужой». Сначала, изначально, трилогию. Потому что я посмотрела «Сердцеедки». Мне моя психолог разрешила только комедии смотреть. Я влюбилась еще раз, перевлюбилась в Сигарни Уивер. Насколько это вообще потрясающая актриса. Настолько талантливая, разноплановая. И мне хотелось остаться с ней подольше и посмотреть что-то с ней еще. Думаю, что еще у нас с Сигарни Уивер? Ну, конечно же, «Чужой». Ну, вроде бы там всяко всех едят, да, всех убивают. Хотя нет, там никого не ели. Ну, в общем, да, все как-то так жестоко там. Жестокое обращение с людьми было. Но я все-таки решила рискнуть. В принципе, никак плохо на мне не отразился этот фильм, слава богу. Грустненько и тяжело мне не стало. Но, в общем, я посмотрела всю трилогию. Первое, конечно, все замечательно. Второе тоже интересно. Третье, не знаю, какая-то уже шляпа пошла с этой тюрьмой, вот этой мужской. Не знаю, какая-то ерунда уже. Значит, потом пошел фильм «Завет», да, по-моему? И вот там я прям наслаждалась всей дебилоидностью этого сюжета. Дебилоидностью поступков всех героев. Вы смотрели вообще, да, «Завет», «Чужой завет»? По-моему, «Завет». Не «Прометей» ведь? Ну, где они там на другую планету пролетели? Это же уму непостижимо. Изначально, значит, летят они экспедиции, точнее, нет даже, миссии колониальной. Они летят на космическом корабле фиговую точу времени на запланированную планету, которую они, ну, изучили, да, как-то просканировали, обнаружили, что среда обитания подходящая. Набрали 2000 людей, которые будут колонизировать эту планету. Потом у них, значит, из строя эти капсулы выходят, но в эти капсулы можно обратно лечь и обратно уснуть. Не так, как в фильме, где у нас Дженнифер Лоуренс снималась с этим симпатичным мальчиком, где они вдвоем-то были. Пассажиры, да? Там у него капсула эта сломалась, и он заснуть не смог. Обожаю, кстати, этот фильм. Я его посмотрела раз, наверное, в 12. Мне так нравится, как он вот это вот говорит, да, ты самая красивая женщина на свете. И она на него так пошла, пошла на него. Очень красивый фильм, и он там прекрасно сыграл. Хотя мне раньше этот актер вообще, ну, никак не был. Нет, мне нравится этот актер, но имеется в виду, он ничего во мне не будоражил. А тут он прям так эмоционально сыграл, вот все вот эти страдания, да? Как-то вот такую искреннюю любовь к ней. Ну, это было очень классно с его стороны. Мне он теперь как актер очень нравится. Вот, и будоражит меня как-то прям, да. Хотелось бы мне такого мужчину. В общем, можно было лечь в эти капсулы, обратно уснуть, лететь туда, куда надо. Но вдруг они заметили случайно планету, которая намного ближе, в 7 часах, да, прибытия. 20 лет им не захотелось еще лететь. Они решили, что вот эта вот планета, да, быстро как-то они ее просканировали одним каким-то датчиком. И, значит, этот датчик сказал, что она по атмосфере вроде как похожа на нашу планету и вроде как пригодна для нас. Да, вот какой-то датчик с космического корабля на расстоянии там фиг знает каком просканировал и просто сказал, что атмосфера подходящая для нас. И вдруг они все, вот эти вот, все, кто проснулись, экипаж этого космического корабля, решили, что они не хотят ложиться и засыпать в этих капсулах, потому что, видите ли, когда они просыпаются, их долго рвет и тошнит после вот этого самого. Они не захотели, чтобы их рвало и тошнило. Ну, ничего страшного, что они подготовлены для этого, они с сознанием этого на это на все пошли. Они решили, что они не хотят. Не хотят больше засыпать, не хотят, чтобы их потом тошнило при пробуждении. И 20 лет что-то им лететь как-то в лом, хотя они, в принципе, во сне будут лететь. И они решили, что они прилетят на эту планету. Они вот решили. Ничего, что это спонсированная какая-то миссия. Правительство Невероятную сумму денег На это она всё организовала Выделила Этот космический корабль построили Они все полетели Все ждут, когда они прилетят И начнут колонизировать ту планету Они впятером решили, что они не хотят засыпать Что они прилетят на эту планету Потому что им датчик сказал, что атмосфера подходящая Замечательно просто Просто гениально Сами они решают всё И они принимают решение, что они приземлятся здесь Не хотят они засыпать Дальше приколы продолжаются Потому что они прилетают на эту планету И выходят на чужую планету На которой никто никогда в жизни не был Из нашей Земли На которой непонятно вообще Какие бактерии, какие вирусы обладают Какие живые существа здесь живут Вообще ничего не известно Может быть на вас кто-то тут нападёт Может быть вы заболеете какими-то Бактериями, вирусами От которых у вас естественно нет иммунитета Потому что явно, что здесь как бы Другая, ну всё другое Всё другое Вся флора, фауна, всё Всё, что населяет эту планету Оно всё другое Не так, как у нас Но это ничего страшного Мы идём в обычной одежде С голыми руками И значит в этих В кепочках Не нужен нам никакой скафандр Ни противогаз Ничего Мы пойдём дышать этими бактериями Вирусами Мы ничем не защитимся Если нас какой-то зверь вообще нападёт Может там динозавры гуляют Кто как бы да Это я уж утрирую Конечно в такой атмосфере Наверное не может быть в таком климате Динозавров Но неизвестно какие там хищники живут Какие там растения обитают Может они какие-то там ядовитые Может до них нельзя дотрагиваться Извините У нас на планете немало ядовитых растений Но ничего Это всё ничего Все протоколы лесом Мы идём Мы вышли И идём гуляем по этой планете Как хорошо Дышится воздухом Это же самое главное Что мы можем дышать этим воздухом Чё там летает в этом воздухе Это всё не важно И вот они идут значит и гуляют И радуются Ой смотрите рожь растёт Это она как наша рожь Вот можно её выращивать Тут есть Обрадовались Ну и конечно Один там полудурок пошёл курить И наступил на этот гриб Который как этот Дедушкина махорка Знаете такой гриб есть На него наступаешь И он так Как будто бы такой табак из него вылетает Это спора его И тоже вот он наступил на этот гриб Моментально там какой-то этот вирус Залез к нему в ухо Прилетел Потому что он рассеивается очень сильно Когда на него наступает Когда он лопается этот гриб Залез к нему в ухо Моментально проник Этот начал сопливить Чихать И конечно там подох через какое-то время Ужасной мучительной смертью Второй тоже такой же молодец Тоже туда же И короче говоря В общем всё гениально было Гениально Просто вот Учёные Они наверное такие и есть То есть представляете Что значит попасть на борт Вот такого экипажа То есть какое надо иметь образование Какой уровень интеллекта Какую надо иметь спецподготовку Какую физическую надо иметь форму Чтобы это всё перенести Вообще Какой нужен уровень самоорганизации Но тут такое ощущение Что набрали просто каких-то полудурков с улицы То есть что там ни образования, ничего Ну в общем гениальный, гениальный фильм Просто гениальный Посмотрите Хотите посмотреть комедию Но как бы это завуалированная комедия Это вроде как типа трейлер Там ужас Я не знаю Но вот по факту это комедия Вы будете очень сильно в восторге Потому что это Ну я не знаю Ещё более гениально Что-то такое придумать Вряд ли возможно И главное Такие актёры там играют Актёрский состав блестящий Потом этот режиссёр Ты который первую часть Ты снял Я знаю Но я забыла Вот Ладно Возвращаемся к нашему Мюглеру К чужому Да К нашему Чужой Чужак Чужак Мэн От бренда Мюглер Ммм Пахнет хорошо И пахнет вкусно И слава богу Пахнет не таким Вредом Да Как Это имённый фильм Хочу сказать Пару слов О флаконе Он здесь очень сильно Красивый Какой-то вот он здесь С какой-то космической Такой направленностью Да В очень красивом цвете Как и флакон Блюда Шанель Таком тёмно С серо-синим Очень красиво Аромат для мужчин Мюглер Это у нас Люкс Вид Да Это же у нас не ниша Пахнет прям люксом То есть ничего знаете Такого гурманского Здесь нет Описывается он как Свежепряный Тревесно-фужерно-амбровый Принадлежит группе Восточные Тревесные Восемнадцатый год создания Угу Пахнет прям вот Мужественно Очень красиво Здесь много Мужественных нот Итак Первая нота Анис Я эту ноту не люблю Но здесь она звучит Просто роскошно Я не знаю Что такое Как рандеву это делают Но я вам клянусь Второй аромабокс С потрясающими ароматами У меня обычно так Что ну 50 на 50 Себе ароматов Вкладываю Да Здесь Я вам клянусь Это я не знаю как Но это Какой-то прекрасный Удивительно Тонко чувствующий человек Отбирал Вот сюда Вот эти два аромабокса Аромата Если вы хотите Прорадовать своего мужчину Закажите вот эти вот рыбы Для него Вообще не важно Рыба он для вас или нет Но отрежете Эту вот эту вот штуку Но просто Чтобы он В этом во всем ходил Это выгоднее Это бюджетнее Гра Зачем эти пробники По отдельности заказывать И он у вас Что-нибудь себе Сильно облюбует И вы потом Какой-нибудь На какой-нибудь Праздник Подарочек Сделайте В виде полноразмерного флакона Анис Сумасходящий Плюс к этому анису Здесь укроп Представляете Вот казалось бы Что к чему Но это просто волшебно Он такой здесь классный Он прям вот Фужерности придает И вот прям то Что нужно к этому анису Дальше мята Здесь Такая тоже зеленая Свежая нота Прекрасная Дальше лаванда Мужественная нота Пошла Бук Первый раз эту ноту В парфюмерии Встречаю Но пахнет По всей видимости чудесно Чабрец Здесь замечательный Он такой Чуть-чуть корчиночкой Буком Как хорошо пахнет И лимоном То есть это Анисово Лавандово Древесное Вот такое вот Начало Очень-очень Сексуальное Дальше в середине У нас здесь кожа Тоже мужская нота Брутальная Прекрасная И эту кожу Здесь запудривает Кашемировое дерево Не запудривает А делает Бархатистым Бархатистой Эту кожу И получается по факту Как будто бы нота не кожи А замши здесь Дальше Асмантус Желтоцветочный Медовый Перец Чтобы этот Асмантус Не делал этот аромат Слишком таким Знаете Медовым Вкусным И девичьим Перец Сразу же Раз Здесь его Уравновешивает И герань Здесь еще Горчиночки придает В базе Это кашмиран Так Что-то мне сегодня Все пишут Теперь Любимая моя Женщина Мне пишет Моя подруга Кашмиран Кашмиран у нас Здесь в базе Плюс ваниль И белая амбра Да Сексуальная Очень-очень-очень-очень Сильно красивый аромат Не знаю Как они это сделали Но это чудесно Вроде бы такие ноты Они с укроп Бук А по факту Удивительно Гениальный парфюмер Это все создал Дальше У нас с вами аромат Сидлей От Parfums de Marley Женские мы с вами Ароматы слушали От этого бренда А вот мужской Я в первый раз слушаю И хочу тоже Обратить внимание На флакон Он очень красивый И он тоже здесь Цвета вот такого Голубо-серого То есть не синий серого А голубо-серого Тоже очень красивый Мужественный цвет Причем стекло Вот этого цвета А не сам парфюм Сам парфюм Здесь С легким голубым оттенком Металлическая крышка Красивая Там логотип еще сверху Лошадки Лошадки Очень люблю лошадей Очень люблю Но никогда в жизни Не каталась на лошади Никогда в жизни Этого делать не буду Потому что Ну какого черта Животное Которое рождено Жить Наравне с нами Свободно Должна Кого-то возить На себе Какого вообще Кто Кто сказал Что она должна Это делать Я каждый раз Так возмущаюсь Когда вижу Когда вот на площади В новогодние праздники Этих бедных лошадей Которых вытащили И заставляют ходить По этому морозу И катают Вот этих вот Людей Детей Неважно Так нельзя Животные Они не для того Чтобы над ними Вот так издеваться Они же не наши рабы Во все времена Что только люди Не делали с животными Воевали на них Сколько они гибли Какой страшной Смертью мучительной Выматывали их На этих Паханых Этих Землях В повозке Их запрягали Куда-то там На них Гонцов гнали Пока не загоняли Эту лошадь Господи Бедные существа Ну вот Мы же с вами Сейчас цивилизованное Общество У нас сейчас Только заменители Вот транспорта Да Вот такого Давайте будем Как-то людьми Давайте будем Более Как-то Организованными Не знаю Нельзя так Нельзя Надо отказываться От натурального меха Это говорит Олеся У которой Две шубы Знаю Ну вот Хотелось бы Чтоб вот Все как-то Разом Не знаю По-другому начали Относиться к животным И против Всех вот этих Нот Животных Я тоже против В парфюме Все можно заменить Уже Искусственными нотами Ну ладно Это все Опять что-то Я себе Тут боль моя Вылезла Увидела этих лошадок Красивых Такие прекрасные существа Которые Рождены Быть Вольными Свободными Аромат для мужчин Описывается Как цитрусово Фужерно Свежепряно Древесный Принадлежит Крупе Древесные Фужерные 19-й год Создания Красивые ноты Чем-то это должно Похоже быть На прошлый аромат Ой как красиво Но более Более так Пряно И здесь Розмарин И его здесь Прям так Хорошее количество Поэтому он Такой С горчиночкой Этот аромат Хотя вот Назвать Розмарин Горьким Я не знаю Даже как Вот такая нота Она одновременно И хвойная Одновременно И с горчинкой Одновременно И свежая Очень сложная Нота Но красивая Итак Открывается Этот аромат С сильной Свежестью Яркой Это лимон Плюс мята Плюс бергамот Плюс грибрут И плюс мандарин То есть здесь 4 цитруса И плюс Прохладная Зеленая мята Очень красиво Дальше В середине У нас открывается Лаванда Розмарин И герань Это 3 мужских ноты Таких Которые характер Придают этому аромату Алибанум Здесь охлаждающий Такой Ветиверова Кедровая Плюс кашмиран Это все Делает бархатистым Плюс амброксан Это синтетический Заменитель амбры Браво Я не смотрела в ноты Когда я сейчас говорила О синтетических Заменителях Животных нот И почули Здесь Тоже нотка Которая прекрасно Характер и мужественность Придает Очень классный парфюм Действительно Да Женщинам Тоже можно его нанести Это будет роскошно Но Я здесь такую Прям вот мужественную Сексуальность Чувствую в этом аромате И последний аромат На сегодня Это викинг От бренда Крит Аромат для мужчин Наполовину он выкрашен красным Половина осталась у нас Прозрачная Содержимая золотистого цвета Флакон их Совершенно классический Да Такой кораблик Викинг написан Ну забавно Описывается как фужерно-свежепряный Зеленый цитрусовый Принадлежит группе Древесной фужерной 17-й год создания Да Ноты красивые Я думаю Что это тоже будет Очень сексуально И мужественно Потому что здесь Необходимые ноты Содержатся Но это пахнет по-другому Вообще по-другому Это пахнет абсентом Этот аромат Очень сильно алкогольный То есть вот если вы любите Алкогольный аромат И вам сюда Открывается этот аромат В розовом перцем Перечной мятой Да Не обычной мятой А перечной мятой Бергамотом, лимоном Абсентом и апельсином Но изначально Мы слышим абсент А все остальное Что заявлено вверху Оно лишь чуть-чуть Окружает этот абсент И делает его более сложным И таким ароматным Все Сейчас вот Теперь этот абсент выветрился И пахнет это все Больше всего розовым перцем То есть прослеживаем логику Сначала сильный аромат абсента Дальше розовый перец Дальше открывается середина В которой заявлены Лаванда, болгарская роза Гвоздика в виде пряности Ямайский перец Корень ириса И жасмин Но мы чувствуем Гвоздику очень сильно Плюс лаванду А дальше уже чуть-чуть Болгарской розы Чуть-чуть ямайского перца Пудровый корень ириса Очень-очень сильно здесь звучит Прям пудровость такая явная И чуть-чуть жасмина Очень красиво Сначала меня немножечко так Обескуражил этот абсент Потом розовый перец Так ярко и быстро влился Но вот середина Просто восхитительная Лаванда Вот эта гвоздика Перец и корень ириса Это просто что-то Ну и мягкости Здесь болгарская розочка И жасмин придает Чтобы уж совсем не сделать Каким-то Жестко-зверским Этот аромат И в базе у нас Кедр плюс фетивер То есть Древесная база Афродизиак в виде белого мускуса И бобы тонка Сейчас даже Намека не осталась На алкогольность Сейчас это Пряно-лавандово-пудрово-перцево На древесной базе Все на сегодня Что-то мне кажется Я очень длинно Сегодня сделала обзор Потому что мне захотелось Поговорить На всякие разные темы Но надеюсь Я вас развлекла И да У нас такие с вами Минутки Отвлечения были Чтобы как-то Где-то посмеяться Где-то Немножко переключиться А то прям как На лекции Да сидим Я вам тут Сухую Теорию Выдаем Все Спасибо вам большое Что посмотрели это видео Спасибо огромное Мои прекрасные зрительницы Которые заказали Этот арома бокс Если бы не вы Я бы никогда не узнала Этих чудесных ароматов Не было бы у нас Такого прекрасного обзора Да Я каждый аромат Прям по малюсенькому пшику Использовала Так что Все В целости и сохранности Спасибо вам огромное Всем кто посмотрел это видео Всем кто делает со мной Совместные закупки Дает мне возможность Все такое красивое Классное Можно заказывать И посмотреть Развращивайте описание Чтобы найти все лежащие там ссылки И на арома бокс И на ароматы по отдельности Пользуйтесь моим скидочным промокодом На 10% на рандеву Если хотите моей помощи С 30% скидкой На все на рандеву Подписывайтесь В телеграм канал И вступайте в совместные закупки Оценивайте это видео лайком Пишите что-нибудь в комментариях Хорошее, плохое Не важно Нам надо движение в комментариях Развить Чтобы это видео набрало Хорошее количество просмотров Это очень важно Иначе нам лавочку прикроют И не смогу я вам помогать Со скидкой Подпишитесь на все мои каналы И соцсети Особенно на Яндекс Дзен Чтобы с вами точно остаться вместе Если ютуб закроют И всех люблю Целую, обнимаю Безумно вами дорожу Очень вас люблю Обожаю, когда вы мне пишите в комментариях Обожаю с вами совместную закупку делать Потому что у нас с вами есть возможность В личке пообщаться в телеграме И вживую поговорить Я с вами всегда там голосовушками обмениваюсь И мне очень нравится Вот прям вот лично С моими зрителями Знакомиться вот так вот в телеграме Это очень сильно приятно У меня прям заряд на весь день Положительных эмоций Так что да Буду рада помочь И пообщаться с вами Все Встречимся с вами здесь завтра Всех-всех жду О моем следующем видео Всем до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok